На заполярном месторождении завершился турнир по шахматам. Как и большинство соревнований спартакиады, он проводился по круговой системе. Все команды хотя бы раз встретились друг с другом. Выигрыш – одно очко, за ничью – полочка, проигрыш не приносит баллов. Поклонников шахмат можно встретить и среди специалистов, занятых в интеллектуальной сфере, и среди рабочих. Шахматные турниры на заполярном месторождении – одни из самых популярных. В этом году в рамках спартакиады встретились семь команд, в каждой три игрока. Уровень выступления команды при вахтовом методе прежде всего зависит от наличия сильных игроков. В прошлом году блистали шахматисты Ямбургского районного энергетического управления, а в этом даже не вошли в призовую тройку. В итоге нефтегазодобывающему управлению досталось третье место. Второе в упорной борьбе с разницей в полочка заняли автомобилисты из управления технологического транспорта и специальной техники. А первая с большим отрывом обеспечила себе сборная малочисленных подразделений. «Сборная малочисленных структурных подразделений была как бы в своем, ну, полностью в сильном составе. Так удалось им попасть на вахту. И поэтому они, можно сказать, надежно, сильно, уверенно выиграли своим составом. А команда та же НГДУ. И также касается, что сборной команды ИРЭУ, то есть не было тех игроков основных». Редактор субтитров Синилак Н.